Тулуп, Луц и Аксель. Эти прыжки вошли в произвольную программу юных фигуристов, выступавших на Кубке заслуженного тренера СССР и России Виктора Кудрявцева. Открытые соревнования состоялись в субботу в Ледовом дворце Арксика, рассказывает Татьяна Акимова. Поддержка мамы для юного москвича самое главное на разминке. Выход на лед ограничен по времени, поэтому надо составить программу так, чтобы показать все, на что способен. Он основное знает сам, но иногда трудно уложиться. То, что знаешь, то, что хочется сделать в шесть минут. Поэтому ему проще, когда я ему говорю, что лучше сделать, где какая ошибка была, вот даже он упал, значит этот прыжок надо еще раз повторить. Алеша стартует третий год. Все элементы отработаны, движения выверены. Правда, отсутствие тренировок по состоянию здоровья накануне соревнований все же сказалось. Выход на лед закончился слезами. Все нормально. Все нормально. Все бывает. Ты чего расстроился? Вращение нет. Третье. Последнее комбинированное. Комбинированное вращение – один из сложных элементов в фигурном катании. Падали, вставали, снова падали. Вращение и прыжки, обязательные для выполнения при получении того или иного спортивного разряда, получались далеко не у всех. Но некоторые юные фигуристы включали в программу элементы, соответствующие более высоким требованиям. Восьмилетняя Алина включила в программу аксель – единственный прыжок, исполняемый с движения вперед, и единственный, где число оборотов не целое, а с половинкой. То есть одинарный аксель – это полтора оборота. Я не думаю о плохом выступлении, я думаю о хорошем выступлении, не волнуюсь. И хорошо выступаю. В открытых соревнованиях приняли участие около 140 спортсменов из столицы – Подмосковья, Калуги, Воронежа, Калининграда. Посмотреть на выступления юных фигуристов приехал почетный гость – заслуженный тренер СССР и России Виктор Николаевич Кудрявцев. Кубок его имени вручается победителям. По мнению заслуженного тренера, чем больше будет таких мероприятий в регионах, тем выше станет популярность массового фигурного катания. А самое главное, что мы привлечем детей с средствами фигурного катания заниматься физкультурой и спортом. Спортом будут заниматься уже те дети, которые покажут на этих соревнованиях хорошие способности и хорошие результаты. Звезды мирового уровня вырастают из юных талантов и только при поддержке болельщиков. Поэтому в мечтах организаторов сделать из каждых соревнований праздник для жителей и гостей города. Чтобы не просто эти соревнования посещали участники соревнований и родители, а чтобы знали об этом в городе, чтобы, может быть, зрители приходили сюда. Вот над этим мы будем дальше трудиться, работать. Следующий спортивный праздник с участием начинающих звездочек фигурного катания состоится в Ледовом дворце Арктика уже 19 декабря. Приходите, поддержите юных фигуристов. Татьяна Акимова, Евгений Петров, Наталья Буслаева, Видное ТВ.